МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В общем, всем путешественникам я рекомендую непременно брать её сами. А вдруг вы попадёте в экстремальные условия? Ну, например, окажетесь на необитаемом острове. А эту плёнку можно использовать, ну, например, как ведро. Носить в ней воду. Вот так вот собираете по краям и переносите. А ещё можно превратить плёнку в горшок и вскипятить в ней воду. Для этого вырываем с земли ямку и застилаем её плёнкой. Потом наливаем в ямку воды, разводим рядом костёр и нагреваем в нём камни и бросаем их в воду. Остывшие камни потом вынимаем и заменяем горячими. И так до тех пор, пока вода не вскипит. А ещё можно наделать в плёнке дырок и использовать её как сеть до ловли рыбы. Находчивость, друзья мои, главное – качество путешественника. Например, сейчас я буду читать присланные вами каверзные вопросы и тут же находчиво на них отвечать. Итак, приступаем. Лёня Селиванов из Баргузина пишет. «Я прочитал в книге, что растения и животные помогают геологам найти полезные ископаемые. Только не понял, как. Они же не умеют говорить. Действительно, Леонид, не умеют. И тем не менее. Тем не менее. Что такое полезные ископаемые? Это минеральные образования органического и неорганического происхождения, расположенные в недрах Земли. Но через эти недра протекает множество подземных источников, которые растворяют частички полезных ископаемых и уносят их с собой. На поверхности Земли растут деревья и кустарники. Их корни уходят глубоко в почву. Корни впитывают воду, а вместе с ней растворённые в ней частички полезных ископаемых. С водой они поднимаются к стволам и листьям. Вода перерабатывается растениями, а частички остаются внутри них. Оседают в листьях и стволах. Для того, чтобы их обнаружить, учёным нужно собрать листья, высушить их и сжечь. Затем получившуюся золу отправляют на целый ряд анализов, которые помогают определить, какие ископаемые прячутся в Земле под данным растением. Ну, например, если мы возьмём лист моего любимого мандарина, сожжём его и отдадим в золу на анализ, то узнаем, что на дне этого горшка лежит слой торфа. Помнится, я добавил его в грунт, как удобрение. Впрочем, некоторые растения и не требуют таких хлопот. Они растут на определённых видах почв, и нужно только знать их предпочтения. Например, над месторождениями цинка комфортно себя чувствуют только фиалки. Их так и называют – цинковые фиалки. Один из видов лебеды растёт исключительно над месторождениями урана. А вот залежи серы не выносят дубы. Когда геологи видят проплешину среди густых морских дубров, они сразу понимают – ага, здесь сера. Месторождения платины в Южной Африке определяют по полному отсутствию растительности. На почвах, содержащих этот благородный металл, не растут даже травы. Ну, а что касается животных, для поисков полезных ископаемых годятся только те, кто роет норы. Зверушка, занимаясь строительными работами, выбрасывает из-под земли слой почвы, а вместе с ним и разнообразные камни. Геологам нужно их собрать и изучить. Например, одно из якутских алмазных месторождений помогло найти обыкновенные леса. Рыжая плутовка рыла нору и выбросила на поверхность – нет, не алмаз, а ярко-красный минерал – пероп, который образуется и залегает вместе с королем драгоценных камней. Водушевившись находкой, геологи вскоре обнаружили месторождение алмазов. Вот так, дорогой Леонид, находчивость нужна не только нам, географам, но и геологам. Причем в прямом смысле этого слова. А у нас новое письмо. И пришло оно из города Хабаровска от Игоря Варенцова. Игорь просит рассказать, кто первым составил карту Уссурийского края. Это был удивительный человек. И это было удивительное время. Мы с вами отправляемся в Иркутск, второй половины 19 века. Друзья мои, мы с вами присутствуем при знаменательном событии. Сегодня, 16 мая 1858 года, будет подписан Айгунский договор между Россией и Китаем о границе и торговле. Китайскую сторону представляет Амурский главнокомандующий, князь Ишан. Российскую империю, генерал-губернатор Восточной Сибири, граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Но отвлекитесь от вельмож и посмотрите на молодого офицера в свете генерал-губернатора. Перед вами поручик Михаил Иванович Винюков, однажды написавший в дневнике «Мечта моя – быть на Амуре». И вот мечта сбылась. Мало того, ему довелось присутствовать и при подписании Айгунского договора, и при закладке поста Хабаровка, будущего города Хабаровска. Ровно две недели спустя Винюков во главе небольшого отряда отправится в сложную экспедицию вдоль русла реки Уссури к океану. Цель путешествия – составление подробных карт. Это будет настоящий подвиг. Более 700 километров от устья Уссури до перевала через Сихоте-Олень Винюков пройдет пешком. Он будет вести счет шагам и только для того, чтобы его карта не оставляла в недоразумении тех, которые бы стали впоследствии руководствоваться ею. А между тем придется пробираться через колючие заросли, прибрежные травы, высотой в рост человека и каменные завалы. Михаил Иванович с потрясающей точностью запечатлеет никем неизмеренные просторы. Каждый изгиб Уссури. Его экспедиция проложит первый пеший маршрут от Хабаровки через Сихоте-Олень к Тихому океану. На склоне лет Михаил Иванович Винюков напишет «Нет силы, которая бы могла исключить меня из числа преданных сынов русской земли». Имя этого прекрасного человека носит перевал через хребет Сихоте-Олень и мыс на Курильских островах. А мы с вами покидаем Тихий океан и направляемся к берегам Карибского моря за ответом на письмо Анжелике Белобровой. Анжелика спрашивает «Дорогой профессор, вы не знаете, где в мире сохранились первобытные животные?» «Знаю, друг мой Анжелика, знаю». Например, вот здесь, в этой точке 21 градус 50 минут северной широты и 78 градусов 45 минут западной долготы. Здесь живет рыба манжуари. Говорят, такие водились в эпоху динозавров. Так что, друзья мои, берем ноги в руки и вперед на остров Куба, национальный парк Сиенага-де-Сапата. Помните, мы тут бывали. Так что, если повезет, мы увидим чудо-рыбу. Для того, чтобы найти доисторическую рыбу, мы воспользуемся единственным в этих местах транспортом. Лодкой. Болото открывает свои секреты только внимательным и терпеливым. Нам с вами терпения не занимать. Поэтому, может быть, мы увидим неуловимую манжуари. А пока давайте осмотримся. В национальном парке право есть на что посмотреть. Стена из бамбука не дает насладиться красотой природы во всем ее объеме. Но и то, что попадает в поле зрения, поражает своей первозданной красотой. черепахи с замысловатыми узорами на панцирях, змеи, яркие мраморные улитки и листья, пламенеющие на поверхности болота. Сьенага де Сапата демонстрирует буйство красок и форм. Но стойте, кажется, нам повезло. После долгих поисков перед нами загадочная рыба манжуари. Вон, видите? Она неподвижно застыла в воде. Ее окраска сливается с цветом реки. Благодаря такой маскировке она почти невидима. Очень медленно голова первобытного существа заостренным крокодильем носом прорывается сквозь густое покрытие и снова исчезает в воде. Теперь мы с вами углубимся в джунгли. Воспользуемся случаем и заодно посмотрим еще на одну загадку природы. Только в дремучих зарослях можно встретить разноцветное чудо птицу Токарора. На верхней стороне ее тела немыслимо сочетаются зеленый и синий цвета, а на нижней пепельно-серый и ярко-красный. А между тем наступил вечер. Солнце окрасило верхушки пальмовых деревьев в закатные тона. Нам тоже пора прощаться. До свидания парк Сьенага де Сапата. До скорой встречи. Ну что ж, сегодня мы многое узнали. Мы узнали, как растения и животные помогают искать полезные ископаемые. Вместе с Михаилом Ивановичем Винюковым прошли от устья реки Уссури до самого Тихого океана и посмотрели на доисторическую рыбу манжуари. Но сколько всего нас ждет впереди? Я жду ваших вопросов по адресу 109-147 Москва улица Марксистская 34 корпус 7 телеканал Радость моя профессору Иноземцеву или на сайте телеканала www.radostmo.ru С вами был профессор Андрей Иванович Иноземцев. До скорой встречи. И прошу вас смотрите вокруг. Удивляйтесь разнообразию и красоте божьего мира. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова